Здравствуйте! Меня зовут Олег Маричев. Я работаю на Wolfram Research Incorporation 25 с лишним лет. И я очень рад приветствовать участников конференции, которые рассматривают нашу технологию и используют в своих исследованиях. Прежде всего, мне хотелось бы представиться более расширенно, сказать о себе. Это вы можете видеть через линки деталей моей жизни. Вот, например, в этом артикл. Это биографический такой обзор. Но это сейчас неинтересно. Я буду рассказывать о математических функциях, истории разработки математических функций. То есть этот предмет мне очень интересен, и я, можно сказать, посвятил всю жизнь рассмотрению математических функций, дифференциальных уравнений, интегральных преобразований и тому подобное. Вот. Совсем недавно, был буквально неделю назад, аппликован блок, где рассматривались дифференцирования по параметрам функций Беселя. Ну, детали вы можете найти позже. Также этот блок был переведен на русский. Я работаю вместе с моим соавтором Бричковым, который живет в Москве. Уже вот 40 с лишним лет мы написали книги Бричков, Прудников, Бричков, Маричев, «Интегралы ряды» и другие. Вот. Ну, сейчас продолжаем сотрудничество. Значит, вот вы можете почувствовать, значит, развитие в системе математики в различных направлениях. Если еще посмотрите на то, что, ну, допустим, около двух лет назад Стивен Больфрам, основатель нашей компании, Бричковал большое такое исследование, вот, я не буду уходить в сторону, значит, и это исследование рассказывает о том, как, значит, знания могут быть конвертируемы в вычисляемые формы. То есть, можно будет вычислять практически все, что существует в этом мире. Вот. Ну, моя сфера деятельности — это математические функции, то есть, это естественный проект, который нужно вычислять. Вот. Компьютерная математика прошла много этапов уже. Вот. Мы даже сейчас вычисляем не только, так сказать, численно эти объекты, вот, но аналитические. Очень много операций можем делать с математическими функциями. И также мы начали уже следующий уровень, то есть, функциональное пространство. То есть, там элементами являются уже не точки, как для функции, а сами функции, они являются элементами пространства. Вот. Здесь нам... У меня очень большая статья на эту тему. И давайте мы коротко посмотрим этапы этого пути развития. Вот. Значит, вы можете... Я не знаю других сфер так глубоко, как математические функции. Но потому, как происходило развитие в области математических функций и операций с ними, вы можете судить, значит, как много происходит и в других направлениях. И Вольфрам Лэнгвич появился, потому что уже, значит, мы стали процессить, так сказать, и работать с объектами, которые очень далеки от чистой математики. Это имидж процессин, там, различные манипуляции, моделирование, там, и так далее. Но, опять-таки, это не моя сфера, поэтому я об этом не буду говорить. А вот о функциях мы увидим, что происходит и происходило на протяжении последних где-то 25 лет, или даже больше немножко. Значит, вот вначале математика-система. Она имела, ну, можно сказать, не так много функций. Это была базовая коллекция, в основном элементарные функции. Вот количество функций, которое вырастало, так сказать, за эти годы, вы видите, так сказать, примерно 114, здесь сколько там, здесь примерно 300 функций. Значит, но мы можем еще посмотреть на версии. Вот математика имеет уже 11 версий, но я буду говорить о 10-й, потому что 11-й еще не закончено официально. Вот вы видите, в каких годах публиковалась, значит, вначале математика сопровождалась публикацией книги, которая объясняет. Ну вот, например, вы можете глянуть вот сюда, значит, красивые такие звездочки и так далее. Вот, кстати, они как бы символы каждой версии. Вот. Кстати, автор вот этого сайта замечательного, Wolfram, MassWelt, Wolfram.com, Эрик Винстейн, он работает в компании уже много лет. Значит, ну, вы можете дальше, так сказать, смотреть вот на различные версии. Вот. У меня сейчас нет времени на все это вот показывать в деталях. Вот. Но я хочу сказать о этапах развития функций в математике. Вот был такой период, я его называю, детство, так сказать, когда вот этот ребенок, называемый математика, родился достаточно здоровым и с большим потенциалом для развития. То есть там не было больших серьезных ошибок, типа, что корень из х квадрат равняется х автоматически. Вот. И вот это предопределило, значит, стиль развития, что все формулы и все свойства должны быть правильными, так сказать, везде на комплексной плоскости, включая левую полуплоскость и так далее. Включая даже так называемые линии разреза. Вот. Ну, вот вы здесь можете видеть, как математика оперировала. Вначале у нас было, так сказать, например, функции Беселя. Вот мы писали в таком вот стиле, значит. Потом, значит, появился тайпсет и уже можно было превратить Бесель-Жи, вот это слово, в символ, который вы встречаете в книгах. Вот. Ну, я не буду повторять вычисления, хотя можно, наверное, вычислить. Давайте мы вычислим это дело. Опа! Что здесь происходит? Вон, ЕС. Окей. Значит, и вот я упомянул, что корень квадратный из Z в квадрате. Вот. Ну, Power Expand, она раскладывает и дает Z, который правильный ответ для правой полуплоскости. Вот. А уже намного позже появилась опция Assumption True. И вот эта опция содержит еще коэффициент, так сказать, плюс-минус, который зависит от величины аргумента Z. Вот. Ну, по секрету скажу, что это я разработал вот эти вещи, значит, связанные с внедрением правильности и аккуратности для Power Expand. Вот. Значит, так вот, но это позже было сделано. То же самое для других функций, там, типа логарифм и так далее. То есть, Power Expand там, так сказать, делает грубые такие ошибки, которые для положительных аргументов, они правильные результаты, а вообще для комплексной плоскости, нужно уточнять. Значит, так вот, я хочу поговорить вообще о функциях математики. Дело в том, что на протяжении, можно сказать, столетий люди серьезно не задумывались о том, как значит, оперировать с математическими формулами для функций. Ну, вот, если мы, скажем, умножаем два комплексных числа, аргументы каждого числа, скажем, вот в таком интервале, вот, их надо сложить, но тогда сумма может оказаться за пределами этого интервала. Вот, ну, и как-то придумали, думали, что давайте мы спроектируем, опять там, так сказать, вычтем или добавим 2π, вот, ну, и получим какой-то результат. Так и машины работают, вот, все компьютеры так вот работают, а формулы для этого, которые правильно отражают, они не существовали, их никто не разработал, и вот пришлось одновременно делать эту тяжелую работу, создавать формулы, вот, на основе вот этой аксиомы, что аргумент всех комплексных чисел должен удовлетворять вот этому условию. Значит, вот это, все это привело к большим очень изменениям в мире математических формул. Дело в том, что все функции, как бы, ну, вот, например, функция синус, она имеет обратную функцию, арксинус, ну, и так далее. Все элементарные функции имеют такие обратные функции. И вот, когда мы берем обратную функцию для триллеротических функций, там возникает проблема с вот этими аргументами, броншкат проблем называем. Вот, и там вы знаете, что вот в книжках нигде не найдешь, как вот арктангенс х прибавить арктангенс у. Таких формул толком нет. Либо они встречаются, но ограничения очень большие, там, х должно быть положительное, у положительное, прочее, прочее. Вот, а что делать, если комплексные? Вот, вот эти все формулы пришлось создавать, значит, и в итоге, значит, все это привело и стимулировало развитию коллекции формул, и в итоге мы все это выложили на Functions сайт, то есть появился Warfram Functions сайт. Сейчас я где-то его найду. Я не хочу здесь подробно это смотреть, вы, тот, кто хорошо будет разбираться, потом математики, например, обратят на это внимание, особое внимание. Ну, в результате вот что можно сказать, вот, например, если мы берем в литературе, вот можно встретить такую формулу, вот она правильно оказывается везде, для комплексных чисел, положительных, отрицательных, за это и так далее, а вот эта формула неправильная, там, значит, она где-то там вот здесь указана, где она, где неправильно, вот, правильной будет вот такая формула, вот, и вот эти вот коррекции нужно было внести и вносились, вот, ну, в итоге, значит, мы, так сказать, разработали вот этот function-сайт, сейчас я линк на него найду, где-то он здесь у меня прячется, одну секундочку, где у нас прячется, так, так, бумага честная, так, где-то здесь есть линк на function-сайт, так, ну, ладно, потом пойдем дальше, значит, вот, вот здесь вот, я хочу сказать по истории, так сказать, вы знаете, существуют справочники, вот это один очень большой справочник, например, Готштейна, вот, и тоже известный справочник Абрамовича Стигана по математическим функциям, вот, потом, значит, много лет после публикации вот этого справочника в 64-м аду, много лет спустя, почти 50 лет назад, спустя, НИСТ, это научно-исследовательский институт стандартизации, аппликовал свой вариант, продвинутый вариант справочника, вот, по математическим функциям, вот, и здесь вы можете найти формулы по элементарным функциям, по специальным функциям, книга замечательнейшая, но содержит колоссальную, так сказать, ошибку, ну, например, даже здесь, вот, люди видят, что здесь одновременно, когда реальная часть, мнимая часть, нет, реальная часть, ноль, то есть, это может быть положительное, это может быть, допустим, число И и минус И, и тогда у нас вот такая формула, она неправильная, эта формула, вот, то есть, получилась такая история, что много формул оказались, ну, не совсем правильными на броншкатах, либо там не было условий, то есть, не было нормального такого представления, вот, и у нас на фаншн-сайте, который я сейчас процитирую, все-таки, имеется все правильное, так сказать, реализация вот этих формул, и пришлось многое переделывать и переосмысливать, вот, значит, вообще математические функции, они делятся на большие классы, вот, я хотел бы сказать, допустим, что такое вообще специальные функции, вот, по определению профессора Аски, одного из крупнейших математиков, вот, это такие функции, которые так часто встречаются, что для них существует обозначение и определение, вот, ну, такое очень специальное, так сказать, определение этого класса, туда можно отнести обычные элементарные функции тоже, вот, значит, и вот в этом плане, значит, если мы посмотрим, у нас есть, например, 12 треометрических функций, вот, и обратные к ним функции, значит, ну, и их нужно грамотно обслуживать численно, то есть, ну, во-первых, разобраться с однозначностью вот этих обратных функций, ну, и так далее, вот вся эта работа была проделана, здесь вы можете, так сказать, найти потом, я думаю, что это ноутбука будет доступна участникам конференции, и вы самостоятельно сможете пройтись по всему этому, вот, значит, ну, вот здесь обсуждается, например, функция логарифм, вот, такого выражения, вот, и дается соответствующие графики, вы видите, что можно, так сказать, писать, например, вот это можно писать, а можно писать такое выражение, казалось бы, какая особенная разница, а вот, если посмотреть на графики, у них получается, здесь, в первом случае, красивый разрез, скачок, а здесь вовсе какая-то, так сказать, не очень хорошая картинка, вот, ну, и так далее, вот много таких вот моментов, вот, вот видите, допустим, арктангенс, значит, тоже вот так вот он, вот, люди иногда пишут, что вот это вот, можно сделать, так сказать, как минус логарифм от знаменателя, это неправильная формула, вот, много таких вот моментов есть, значит, ну, в общем, примерно, лет 10, вот, мы с этим всем разбирались, вот, и в том числе, вот, наконец-то, я, кажется, нашел, вот, ссылку, ну, вот, правда, здесь обозначение только, значит, я сейчас пойду на Function Site, так, ага, вот она, значит, вы здесь видите, что в результате, вот, у нас получился Function Site, где-то 307 тысяч формул, значит, это самая большая в мире коллекция математических формул, значит, и причем они все вот в этом плане правильные, то есть здесь выдерживается вот эта аксиома, что разрез не должен быть, то есть не разрез, аргумент должен быть от минус пи до плюс или равен пи, вот, значит, ну, вот эта работа потребовала больших очень усилий, значит, ну, в конце концов, так сказать, мы сделали, значит, этот сайт, хотя перед этим мы делали другие проекты, связанные с функциями, вот в этом плане я опять отвлекусь и скажу, что, значит, вы можете, мы можем отметить, что развитие функций на математике прошло несколько этапов, когда у нас первая версия, один, два, допустим, три, там, три уже было фронт-энд, а на первых версиях там только можно на кернере было писать, вот, слово, допустим, бесель можно было писать, а уже не было еще тогда обозначения, вот, которые в литературе, вот, но когда появился фронт-энд, вот, это тоже дата здесь не очень правильная, фронт-энд и раньше даже появился еще, но он был не очень сильным, развитым. В это время, значит, вы отклили совершенно новые возможности, вот, и, ну, здесь вот мы можем, эти возможности мы в разные годы представляли, значит, через постеры в те годы, вот, например, может быть, вы видели квинтик-постер, где показываются, так сказать, риммановые поверхности для решений уравнений второй, третьей, четвертой и пятой степени, вот, Майкл Тродт с другими людьми, там, участвовал Виктор Адамчик, они сделали этот постер, вот, следующий постер, это уже мы делали, вот, здесь вот пять панелей, вот, можно их посчитать, раз, два, три, четыре, пять, а, там вот это, пять, вот, значит, я здесь сфотографирован, ну, это недавно фотография была сделана на конференции в НИСТ, в институте стандартизации, вот, здесь мы собрали формулы, ну, которые были на версии 4, если я не ошибаюсь, вот, это была предтеча, так сказать, перед появлением фаншн-сайта, фаншн-сайта тогда еще не было, но, вот, все функции, они разбиты на группы, группы, и я могу сказать, как-то немножко в русском таком стиле, значит, они, большинство функций находятся под крышей, ну, русские понимают, что это означает, так вот, эта крыша, это гипергеометрическая функция Мейера, Мейер-Жи, Мейер-Жи, он накрывает, вот здесь вот, видно полоса такая, вот, и вот эти функции, они частные случаи этого Мейера, вот, то есть вообще, вот, математические функции, ну, в мире их существует, я не знаю, там, примерно так можно обозначить, может быть, около тысячи, не больше, вот, значит, которые обозначены чем-то, вот, у нас примерно половина, есть, и будет еще, мы добавляем, вот, значит, так вот, основные функции, это элементарные, конечно, там и другие есть функции, например, Беселя считается очень важной, и так далее, вот эти все функции можно уложить в один ящик, в один контейнер, этот контейнер называется Мейер, вот, значит, грубо выражаясь, около ста названий функции можно выбросить, оставить только одного Мейера, и там внутри параметры менять, вот, значит, ну, исторически, конечно, все эти названия существуют, я имею в виду, даже вот, названия, ну, какие существуют, экспонента, частные случаи Мейера, логарифм, частный случай, арктангенс, частный случай, кого там еще назвать, вот, вот, кого не назовете, прямые функции, синус, косинус, тоже частные случаи, и так далее, вот, так что их, как бы, можно название убрать, оставить Мейера, но это, конечно, их делать не будет, вот, вот, когда мы работаем с этим Мейером, то сразу одним махом, как говорят, семерых убивахом, вот, можно, значит, делать какие-то общие формулы, вот здесь вот видно, что один из постеров, гипергеометрик, вот эта коричневая полоса, это Мейер, частный там случай, вот там всякие стрелки, это указано, как вот эта функция связана с другой функцией, и так далее, все, вот, то есть мы тогда, вот, создавали эту иерархию, ну, вот опять на этой фотографии видно, постер, потом эту иерархию, так сказать, реализовали на фаншн-сайте, вот, значит, я хочу сказать, что фаншн-сайт в некотором смысле заморожен, вот, шесть лет назад сюда новые формулы не добавляются, по той причине, что просто, ну, как говорится, вот я не в силах сделать все везде, вот, и мы сейчас разрабатываем другой уровень, это энтити, то есть вот эти всякие формулы, они приходят в математику, то есть через математику можно будет смотреть формулы, но я об этом скажу позже, вот, ну, вот здесь вы можете посмотреть, example, comparison formulas на фаншн-сайте и литературы, ну, вот, здесь разные примеры есть, например, вот функция для логарифма, значит, мы можем найти, давайте мы сейчас сделаем экскурс, логарифм, вот у него такая формула есть, логарифм, вот, Z в степени A, вот, здесь можно эту формулу представить, вот, видно в стандартной форме она, вот, input form и так далее, все это работает, можно copy-paste сделать и так далее, можно, вот, massml форм есть, вот это, даже правило rule form есть такое, вот, значит, то есть мы каждую формулу можем в разных, так сказать, форматах использовать, показать людям, вот, значит, и здесь вот это я дело обсуждаю, так, rule form это вот такое вот правило, можно сформировать, значит, в литературе, если сравнивать, формулы это статические, ну что вы, берете, вот, книжку, книжку, находите там какую-то формулу, вот, потом что вы с ней делаете, вы делаете примерно то, что делал, я не знаю кто, Эвклид, может быть, две тысячи лет назад, вы берете палочку, правда она сейчас ручкой называется, или карандашом, и аккуратно переписываете эту формулу куда-нибудь там к себе, потом вы там что-то с ней делаете, вычисляете, там проверяете, что-то используете, вот, потом обратно переписываете, вот эта стадия переписывания, она, так сказать, дает большой шанс человеческих, чтобы человеческие ошибки были внедрены, вы где-то там минус потеряете, там, что-то еще сделать не так, и так далее, так вот, вся эта стадия должна быть ликвидирована, то есть, вот сейчас мы делаем, чтобы, ну, на компьютере, копипейст, один раз потрудился, формула правильно, все, дальше с ней надо работать в современном стиле, не переписывая на бумагу, только на компьютере, вот, значит, ну вот, в связи с этим, вот, вот у нас еще один проект развивался, называется он интегратор, вот, ну, по истории интегратора, значит, давайте мы посмотрим на интегратор, да, значит, вот здесь можно вычислять разные интегралы, вот, значит, ну, в общем, много чего можно делать, вот, давайте мы глянем сюда, вот, онлайн интегратор, интегрейт калькулятор, студенты широко используются, пользуются интегратором, вот, ну, в общем, во многом здесь новые способы, то есть, опять-таки, интегралы удается вычислять через какие-то общие функции, вот эту вот работу пришлось проделать, это была моя, можно сказать, первой большой работой в компании, вот, дальше у нас, то есть, вот, мы, я отметил, значит, короткую историю функций, так, сейчас мы немножко поговорим о новых возможностях, которые появились, вообще, вот, в математике, в математических процедурах, ну, последние, так сказать, годы, особенно, ну, можно сказать, десятилетия, вот, очень активно развиваются разные, так сказать, возможности, например, вот, имидж процессе, ну, вот, вы, наверное, не знаете, что, вот, можно взять фотографию, например, собачки, вот здесь вот, потом взять, значит, вычислить какую-нибудь функцию от этой собачки, ну, например, корень квадратный из нее извлечь, вот, и получить, так сказать, вот, пожалуйста, корень, нет, здесь тангенс вычисляется, вот, значит, то есть, ну, такие смешные, можно сказать, даже глупые операции, то есть, можно применять функции к картинкам, вот, ну, здесь очень много удивительного сделали, или, например, есть блоги, вы можете найти Вольфрам, блог, а дальше Тротт, вот, Майкл Тротт, он в прошлом году выступал, это мой соавтор, вот, много лет работаем здесь, он в прошлом году выступал у вас на конференции, значит, и там у него, вот, как можно фотографию какую-то, допустим, человека, знаменитого какого-нибудь, потом превратить формулы, а потом обратно, значит, сделать графики, опять его, так сказать, восстановить, облик, вот, то есть, вот эти процедуры удивительные, со всеми объектами можно делать, то есть, это опять-таки на базе математики все делается, значит, ну, вот у нас появилась Вольфрам Альфа, значит, это система, которая отвечает, собственно, первая такая полноценная компьютерная система, система, которая отвечает на всевозможные вопросы, вот, ну, не знаю, здесь вот, например, напечатать можно какую-нибудь цифру 7, что это за вопрос такой, ну, смешной вопрос, что про 7 мы знаем, вот, оказывается, мы чего-то знаем, а чего-то не знаем, какая-то информация на эту тему, пожалуйста, вот, но это люди не будут спрашивать, а вот они спросят, например, значит, как перевести мили в километры, там, и так далее, вот такие вот вопросы мы отвечаем, вот, расстояние от вашего города до Луны, там, ну, в общем, все, что угодно, как-то связано, но мы не отвечаем на вопросы о ресторанах, например, вот, ну, вот эта вот система, Wolfram Alpha, она сейчас во многих маленьких таких девайсах, типа, там, айфоны и так далее, вот, но там слова этого нету, альфа, но это впитано внутрь Сири, вот, значит, вот про Wolfram Alpha вы можете здесь подсчитать более подробно, вот, значит, ну, вот здесь я сказал, что в Сири, это вот голосовая система внутри многих селфонов, вот, и вы по голосу можете что-то спросить, и тогда очень часто формируется ответ через Wolfram Alpha, вот, значит, и причем этот ответ, чем замечательный, что его можно процессить, то есть это в такой формате, он, если это таблица, то таблицу Copy-Paste на математику можно положить и работать с ней, вот, значит, вот вышли блоги, я давайте скажу немножко о блогах, вот, то есть еще такая возможность публиковать блоги, вот, например, блог, который посвящен Романуджану, кстати, он переведен на русский, язык, вот, и вот здесь вот мы рассказываем, что вот на протяжении многих лет вот эти, как говорится, дыры оставались незаполненными, вот, Романуджан написал, что эта функция равна здесь этому, этому и так далее, ну сейчас вот мы это сделали, вот, даже ваш слуга здесь участвовал в этой всей работе, мы, так сказать, восстановили, вот эти гапты, вот, ну, потом блок оба вот probability distribution, это вообще замечательная такая большая работа, я потратил два года почти, мы с Майклом, значит, собирали все вот эти probability distributions, ну, вы знаете, например, нормальное распределение в теории вероятности, всем известно, да, и тому подобное, и для них, для каждого распределения около 60 свойств, и вот здесь вот получается так, вот видите, много чего написано, вот сегодня можно прочитать, но в самом конце есть такое вот хия, вот здесь нажмешь на это хия, и тогда вот эта вся красивая, так сказать, картинка, она оживает, вы получаете 35 тысяч формул, вот здесь вы видите образцы, так сказать, вот как эти формулы, так сказать, какое-то, ну, распределение какое-то здесь, теории вероятности, потом для него какое-то свойство, например, моменты, вот, вы хотите их знать, вот они появляются у вас, будете их знать, вот, вот такая вот работа, то есть, это опять такой, такая, можно сказать, не игрушка, это серьезная игрушка, значит, можно получать информацию через вот этот манипулятор, интерактивный, это новая форма, так сказать, представления информации, вот была интересная очень работа у нас по цепным дробям, тоже, значит, вышла публикация на блоге, вы можете тоже найти соответствующие, так сказать, здесь программы и прочее, значит, и сейчас вот мы думаем, хорошо, вот эти сайты, которые, нет, постеры, постеры, значит, надо бы их как-то в интернет вынести, вот, ну вот, в этом плане я начал работу, вот, значит, у нас есть, значит, вот, так называемая схема АСКИ распределения организаций ортогональных многочленов, вот есть многочлены ортогональные, значит, как они между собой взаимоотносятся, значит, вот, например, можно представить эту схему в таком вот виде, здесь вот видно определение этого многочлена рака, вот, здесь вот видно формулу, которая связывает, ой, связывает Уилсона и рака и так далее, вот, то есть, вот это еще такая форма, вынести в виде графа, значит, в интернет, но это еще не сделано, значит, функции и взаимоотношения между ними, значит, вот, но последние годы у нас наиболее перспективно стало развитие так называемой entity technology, вот, что это такое, ну, вот, например, мы, сейчас я найду пример здесь, ага, вот, например, вот мы хотим знать информацию по планетам, так, вот, пожалуйста, эти наши планеты здесь, вот, дальше мы хотим знать, значит, классификацию какую-то, вот, ну, и какие-то, потом выбираем какую-то планету, допустим, Марс, вот планета Марс, мы хотим знать ее массу, вот, значит, то есть, получается, мы будем знать, вот, и так далее, вот все эти базы данных, которые характеризуют разные объекты, в данном случае планеты, а вообще-то там и функции то же самое, и так далее, вот они заносятся в определенную, так сказать, структуру, вот, и юзеры могут использовать, вот уже сейчас у нас 300 с лишним функций, через entity, вот они все, здесь, и так вот по каждой функции можно, допустим, вот, смотрите, хурвиц, это функция, вот, и так далее, по каждой потом находить свойства какие-то, значит, yes, yes, I have time, little, and this, это все вместе создает возможность для большого продвижения вперед по разным направлениям, вот, я об этом не очень много буду говорить, ну, просто, вот, вот, я говорю, кто будет смотреть на эти ноутбуки, на эту ноутбуку, тот сможет с этим всем самостоятельно разобраться, это уже на версии 10 available, вот, на 11, на 11 будет еще больше продвинуто, и так далее, значит, ну, и чтобы окончательно, да, вот я хочу отметить, что у нас технология появилась связанная с облаками, облачная технология, то есть, математику можно загружать, используя вот это, ну, и, наконец, я хочу отметить очень важную вещь, вот люди не помнят формулы, вот как эти формулы восстановить, ну, например, здесь вот вы видите цифры 20 тысяч формул, да, вот они, эти 20 тысяч формулы внутри вот этой, значит, ноутбуки, и вот можно здесь восстанавливать, например, формулу бесель, бесель К, связанную с бесель, ну, я не знаю, бесель Ж, вот, и соответствующая формула, вот, где-то она здесь, ну, в общем, она появится, это здесь идет процесс вычисления, потому что загрузка какая-то идет, наверное, надо, что? Да, ну, в общем, появится, видимо, она так вот, короче говоря, здесь пока так, это один манипулятор, есть еще один манипулятор, здесь другое, вот мы выбираем, скажем, одну функцию выбирали, аркосинус, выбираем вторую функцию, допустим, какой-нибудь арккотангенс, вот, и потом, значит, что мы хотим с ними сделать, ну, одну превратить в другую, вот, аркосинус, арккотангенс, вот они так превращаются, или мы хотим их сложить, или там, производную хотим взять, вот, производная от композиции, вот, и так далее, в общем, здесь вот, около 6 тысяч формул, 11 операций с ними, операции здесь указаны, вот, по элементарным функциям, то есть, мы имеем около 30 функций элементарных, вот этих вот базовых, и потом выбираем вот эту сладкую парочку, какую-то, и с ними что-то хотим сделать, вот, и эти операции указаны здесь, и причем еще условия сходимости, условия осуществимости операции, тоже можно выводить, в общем, вот такого сорта технологий, я думаю, нужно развивать, но просто уже физических сил не хватает, не так много людей здесь, на всем этом, вот, ну, я думаю, время подходит к концу, и я хочу поблагодарить вас за внимание, вот, большое спасибо вам. Спасибо. Спасибо.